В художке и кино мы не смотрим уже лет 10, а всё потому, что сначала город не мог найти концессионера, а теперь он не торопится исполнять свои обязательства. Договор между муниципальным образованием и концессионером был заключён в сентябре прошлого года, но компания не спешила платить аренду за земельный участок. Долг набежал на 541 тысячу рублей. Управление земельных ресурсов подало иск в арбитражный суд, чтобы в судебном порядке взыскать данную плату. До 30 мая 2018 года концессионер должен был разработать проект научную документацию и произвести реставрацию кровельного покрытия и водосточной системы. К сожалению, данных вид работ нам пока не были представлены. А это второй судебный иск на 150 тысяч рублей. Несмотря на то, что концессионер не отличается обязательностью, город с ним расставаться не намерен. Во-первых, где ещё найти компанию, которая не просто отреставрирует историческое здание, но и сохранит в нём кинотеатр. А во-вторых, этот концессионер уже застраховал здание на 69 миллионов рублей. Депутаты пообещали следить за ходом работ. Кинотеатр художественный должен возобновить работу к 1 августа 2020 года. Ещё один интересный вопрос строительства дублёра улицы Добросельской. Он свяжет улицу Мира с улицей Погодина. Но построить вторую дорогу в Доброе без нервотрёпки, похоже, не получится. На пути два препятствия. 100 капитальных гаражей и 12 частных домов. Сносить придётся либо одно, либо другое. На публичных слушаниях решили, что под бульдозер пойдут частные дома. Потому что там, где гаражи, есть ещё стена, которая подпирает вторую линию гаражей. Депутаты поинтересовались, а хозяева домов согласны? 50 на 50. Кто-то говорит однозначно, снесите нас и выкупите земельные участки. А кто-то говорит, не трогайте. Просто, чтобы понимание было. Во-первых, 100 гаражей и устройство подпорной стенки почти 800 метров, погонных метров. Эта сама подпорная стенка вытягивала где-то примерно миллионов на 150-200. То есть удорожание проекта в разы. Похоже, события будут разворачиваться по сценарию с Лыбецкой магистралью. Ради её появления тоже пришлось снести несколько домов. Конфликт хозяев с чиновниками доходил до судов. Но сегодня Сергей Сысуев заверил, выкуп земельных участков будет честным. Цитата. На полученные деньги хозяева смогут приобрести или построить всё, что угодно. Александр Инин, Артём Горчков, Александр Мажаров, 6 канал.